Маленькой Полине год и два месяца. С мамой она пришла делать прививку от кори, одной из самых заразных вирусных инфекций. Вакцинацию делают всем деткам в два этапа. Сначала в первый год жизни, а повторную прививку 6 лет. Мама Полины, Елена, считает, что только так с помощью прививки можно обезопасить ребенка от инфекции. Я всегда положительно отношусь к прививкам, чтобы ребенок был, как вырабатывался иммунитет, конфекция, чтобы была готова к взрослой жизни. Сами в детстве, конечно, мы делали прививки. Родители нам соглашались. Соответственно, я, с вами, ребенка всегда только за. Первоначально перед вакцинацией пациенты проходят обследование у терапевта. Врач проверяет здоровье подопечного, после этого отправляет пациента в процедурный кабинет, где делается прививка. Массовая вакцинация от кори началась в 1968 году и продолжается до сих пор. Прививка абсолютно безопасна, прививка абсолютно безболезненна. Это комбинированная вакцинация. Корь, паратит, краснуха. Поэтому дети достаточно безопасно и достаточно безболезненны, достаточно легко переносят вакцинацию. Отмечается, что с начала 2023 года случай заболевания корью фиксируется в соседней Самарской области. В связи с этим ульяновские врачи проводят агитационную работу с родителями, приглашают на вакцинацию, дабы исключить случай заболевания и распространения инфекции. Цель-то как раз-таки вакцинации в том, чтобы максимально большое количество детей привить, для того, чтобы это инфекционное заболевание дальше не распространялось, потому что корь крайне заразное заболевание. Вирус коря характеризуется повышенной температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта, конъюнктивитом и высыпанием на кожу. Кирилл Савосин, Даниил Сурков, Управда ТВ